Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем слушать Билли Милигана Кинза-Дза. Ну, в моё время Кинза-Дза это было такое кино, которое я в принципе не любила. И знаю, кто такой Билли Милиган. Это Стим, да, мне нравится Стим. Но не очень сильно мне нравится Билли Милиган, потому что у него немножко манера была такая, более сильно наезжающая. Ну, давайте узнаем. Может быть, теперь всё по-другому. Я наблюдаю, как земля летит въебеня, люди мрази. Не зря я всегда обвинял, но всё, что происходит, они заслужили. Нехуй ожидать помощи, созвездия плеят. Пизду, ковид, бизнес на крови. Хоть ёбаный вакциномер, весь акропин. Нас пытаются поставить на колени без войны у инквизиторов. Сегодня иглы вместо рапир. Бояре охуели, но ещё больше царят. И дальше выбирай их, не хуй морщица. Слава России, вот стадо, паси их. Зачем сопротивляться, надеть проще цак? Ну, в самом эпицентре зла, где золото давно уже неценный сплав. Ваши мёртвые души, вот блюда на ужин пачками проглатывают тех, кто слаб. По славу Аштара Ширана, дзифферам бы выдавать тут вам ещё рано. Вам бы разобраться для начала с тем, что по-прежнему ваши соли ищут рана. Вам нравится страдать, я же вижу. И падают куда есть явно ниже их кумиры с комарохи. Бляди, которые год в стране жопа, но её тут все знатно лежат. Хочется совершить Роскомнадзор, но надо жить, мы его горликом назло. Где-то видел, чтобы государство удава по своей милости бедных кроликов спасло. Мы давно нахуй посланы и не нужны даже нашим братьям с космоса. Так будет всегда до тех пор, пока скотство не перестанет быть нашим моральным компасом. Я наблюдаю, как гибнет нация, будто в Кремле и каблуками. Гитлер клацает, выборы плацебо, вирус всегда цепок. Почем нынче родина, можешь назвать цену, вам намордники нацепили авы и рады. Объяснив, мол, на хозяя тях хоть не надо родить его. За суповой набор и Бородинский. Терпишь молодец, им голос твой пригодился, тут стало за булдыгой даже прямо большого. Чего уж говорить о тех, кто этим миром прожеван и высром. Масштаб бедствий немыслимый, РПЦ сделала всех атеистами. Да, все проебать это дар, за клочок земли братьев продав. Чтобы не произошло в этой жизни, нам не перестанут от брать. Никогда это каторга, и кандалы не сбросить, даже когда станет лысой просить. Провят балу пыреной пулей, серебряный выстрел скользим. Сколько надо сигнальных ракет, чтобы ты стал иноген. В продуктовой корзине без соли хуй, че братан поплохел. Панихи да по светлому будущему, делай кудли ПЖ. Зови гостей и накрывай стол уже, какой позволит твой скудный бюджет. Мы давно нахуй посланы и не нужны даже нашим братьям с космоса. Так будет всегда, до тех пор, пока скудство не перестанет быть нашим моральным компасом. Весь этот мир сегодня словно киндзадзад. Человечеству нужен быть пенок под зад. И даже эцилопы нас не смогут наказать. Забудь на время слово «за». Ну я бы сказала, знаете, наболела. Только музыка. Музыка ужасная просто. Била по мозгам. Ну я понимаю, что тут тема такая серьезная. Ну вот понимаете, мне все время хотят... Ну я не знаю, это кто-нибудь просил, Максим? Да. Да? Потому что тут вообще-то политический подтекст, как всегда. А вот поэтому, когда политический подтекст, выступать на дакор одно в наше время. Вот. Поэтому что хочу сказать. То, что наболело, ясно. Очень хорошо написано. Очень много таких фактов. Единственное, что, друзья мои, если вы хотите высказать фито, то надо еще как-нибудь умудриться дать свои предложения. То есть критиковать легко, тяжелее строить. Критикуй и предлагай. Да. Потому что мы все очень умные. Я, скажем так, большую свою часть жизни работала с экологией. И поняла, что у нас каждый первый эколог. Все знают, что говорить и что советовать. И все. Но на деле получается иной раз глупо. Потому что, когда ты работаешь с этим, ты понимаешь, где и как. Расскажи историю, когда ты училась в институте, как ты с преподавателем по экологии-то говорила. А, ну да. То есть был такой момент у нас не с преподавателем экологии, а химии. А химии? Да. Просто у нас как бы все знают, что такое экология и как ее защищать. Но никто ничего не делает для того, чтобы она была. Вот. И, значит, преподаватель химии. Я вообще химии не очень. Но надо было же как-то сдавать этот институт. А сдавал институт я заканчивала уже в 30 лет, даже с хвостиком. Потому что по работе это было надо. И мне там преподаватель по химии, узнав, что я связан с экологией, сказал, ну слушайте, ну вообще давайте поговорим про бомжей. Говорю, пш. Но она имела в виду, что вы эколог, вот надо поговорить про бомжей. Я говорю, а при чем здесь экология и бомжи? Ну как же они портят воздух и вообще там это самое загрязняет окружающую среду. Вот это на тему мы все готовы критиковать власть, критиковать экологию, критиковать нашу жизнь и всё на свете. Но мы никогда не задумываемся, а как же это всё вытянуть, понимаете? Но прежде чем, кстати, ты скажешь ещё это, критиковать власть. У нас есть за что критиковать власть. Ну всегда. У нас вот взаимоотношения в семье, Максим, между двумя, правильно? Мы все не идеальны. Это я сейчас за власть. Пускай не за ту, которую, а вообще в целом. Мы в своей семье, мы каждый не идеален, понимаете? У нас у каждого есть претензии даже к своей второй половинке. И не бывает. То есть никогда не будет стопроцентно, чтобы кто-то... Ну чтобы было стопроцентно. Это в любой ситуации. Одному, допустим, ветки мешают в окне, а другому хорошо, что тенёк и зелень в окне, понимаете? Вот тоже постоянно. Я сижу в группах нашего города. И вот там начинают... Ну деревья надо спилить, они там не получаются. Ну то есть там нельзя, чтобы были деревья, потому что там машина не приезжает ни пожарная, ни скорая. То есть она загораживает дерево. Его начинают пилить. Собирается весь двор. Кому-то надо, кому-то не надо. И всё, дерево пилить нельзя. Там скандал, митинги, всё. Дерево оставили. И тут в этом доме через месяц пожар был. И пожарная туда просто не смогла подъехать. Там пара квартир сгорела. Вот было вот там. Ну ладно. Я не помню где. Ну короче, вот. И тут эти же люди вышли на митинг. Что ж такое-то? Спилить уже это чёртово дерево. Ну а там нам квартиры пожгло. Те же самые люди абсолютно и вышли. Вот. Ну я к тому, что в принципе мне понравилось и текст, и всё. Но, друзья мои, не забывайте о том, что прежде чем критиковать, подумайте, а как. Я не за власть, я за философию. Всем пока.